Привет всем, с вами снова Раян22 и мы продолжаем проходить Stronghold Crusader. Сегодня мы пройдем 30-ю миссию, которая называется Голос Верблюда, где мы играем против Саладина и Султана с Ричардом в команде. Здесь крестовый поход, играем 2 на 8008 у компьютерных соперников, если вы еще до сих пор не догадались. Ну и что я хотел рассказать об этой миссии. Саладин, если укрепиться на горе, он будет просто выносить всех, он будет там главенствовать, его будет очень-очень сложно вынести. Ну, Султан, особо ничего сложного нет, не так как мы проходим быстро, вообще ничего сложного нет. Ну, пожалуй, вы все увидите сами в выпуске. Уменьшаем скорость, если она у вас не уменьшена. Ну и расставляемся по моему дефолту. То есть все, что нам нужно, это амбар, наша великая любимая оружейная, черт, я забыл поставить, пару хижин, желательно потом доставить еще 5-8 хижин, и трактиры. Два трактира обязательно, 10 эля, сейчас я затарю 10 эля, погодьте, просто я не успеваю все сейчас делать быстро. Но надо делать быстро. Итак, 10 арбалетчиков сразу давайте закупим, потому что здесь мы все равно будем ставить башенку, здесь мы ее и поставим, чтобы просто всех расстреляли. Ну и сделаем башенку вот тут, так, вот тут. Сделаем башенку, чтобы нас не расстреляли потом. То есть мы будем потом отражать чуть-чуть атак. Ну все, развиваемся на все оставшиеся деньги, здесь еду в ноль отправляем. 10 арбалетчиков отправляем на башню, отправляем также лучников, хотите отрядами, хотите всех сразу, и отправляем лорда на арабский лагерь, это обязательно. То, что ждать мы никого не будем. Отправляем пятерых мечников под лестницу, чтобы они там стояли, и чтобы все было хорошо. Итак, давайте закупим 15 хмеля и 10 эля, поставим, не знаю, 4 пивоварни давайте поставим, и на все остальное дерево. Ну, точнее, не на все остальное дерево, а поставим где-нибудь здесь вот пару-тройку лесопилок, и на 80 дерева мы понаставим себе железных рудников. Потому что на железе мы в основном будем производиться, и железо в основном будет нашим всем. Поэтому просто поставим вот так вот все, и продадим камень оставшийся, и докупим дерево, и поставим еще 2 лесопилки. Потому что как-никак все-таки нам это все пригодится. Так, смотрим внимательно за этим происходящим, и смотрим на лорда, который идет, опять не понять как. Давайте быстренько отведем этого лорда, мне что-то он вообще не устраивает, просто как он идет. Лорд тупорылый какой-то. Попытаемся быстренько расстрелять прачников, видите, еще арбалетчики приперлись, так что сейчас вообще будем нагибать этих арабских мечников. Ну и все, и сейчас мы их нагнем. Итак, всеми теми, кто на башне, пытаемся нагнуть этих арабских мечников, пытаемся их хотя бы уже расстрелять. Это самое важное. Итак, расстреляли одного, пытаемся расстрелять второго. Отводим давайте всех сюда, чтобы они расстреляли, и отходим. Быстренько переводим лучников на башню. Снова. И пытаемся чего-нибудь намутить вот тут. Здесь одного лучника сейчас уводим обратно и стопаем, чтобы он был на башне. Все, лагерь арабский уничтожен. Уничтожаем теперь султана и по-быстрому. Все, скорость по максимуму, и просто по чуть-чуть уничтожаем. Уничтожаем главная башня, уничтожаем здесь прачников, уничтожаем мечников вот этих вот, подходящих к лорду. И все, и больше особо ничего и не надо. То есть по чуть-чуть вот так вот по барбаканчику вводим, вводим, вводим. Нашими лучниками они тупо высекут этих прачников, нам даже не понадобится особо ничего и делать. Просто нагнем. Бедного султана. Все, нагнули и здесь нагибаем теперь. Ну и вперед мечники. Пока он их расстреляет, мечники уже успеют дойти и... У нас уже успело добыться дерево, поэтому спокойно ставим себе железные рудники. И сейчас будем ставить более сильное потребление эли или производство эли. Я не знаю, как это назвать, но будем ставить. Итак, все, доставляю я, короче, 8 наших штуковинок хороших. Будем ждать, пока мечники убьют лорда. И они не убили лорда, вау! Вот это лохи, вот это лохи. Все, короче, вперед тогда лордам, если они не убили лорда. Ну и будем нагибать, пробовать лордам тогда. Без вариантов тут надо нагнуть просто султана лордам тогда. Касарь 200 я получил. Этого вполне достаточно. Чтоб все потом у нас было хорошо. И сюда подставляем просто арбалетчиков. Подставляем арбалетчиков, ну и подводим лучников, желательно. Короче, давайте подведем всех. Я просто все равно не успеваю. И давайте по чуть-чуть тут сейчас понаставим себе производство железа. И производство железа у нас будет очень великим. Очень велико у нас будет железка. Очень великое у нас будет. И по чуть-чуть сейчас мы поставим новых трактиров. Нам нужны трактиры специально. Ну и будем ждать всего остального. Тут пока лучников переформируем пару раз. То есть попереставляем их на выступ. Здесь одного лучника все-таки убираем, стопаем. И все будет нормально. Итак, все. Далее пытаемся наладить производство пик. Себе. И сразу же производство бронек. Абсолютно сразу же. Ну и еще двух пикаделов. Потому что броньки будут все равно превосходить немножечко. Производство пика. Поэтому ставить по-любому что-либо да придется. Так, нанимаем в это время. А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаем щитки. Биндуем щитки и посылаем на башню. Больше никак. Людей растрачивать зазря не будем. Поэтому пойдем еще себе сделаем. Железку. Железки у нас должно быть много для победы. У нас должно быть это, это, это и это. Этого будет вполне достаточно. Пикнеры пока нанимаются. А мы пока поставим щитки на башню. Все, просто перемещаем щиты на башню. И ждем пикинеров. Ну, и вообще ждем всех. А Ричарда надо в это время защитить. Ну, точнее, защитим меня, сказать ему. Открыбил быкан и сказать, защитим меня. Все, он должен защитить. Засисять меня, короче, он должен. И вот таким вот образом, когда он меня защищает, он сохраняет свое войско. Соответственно, мы при сохранении войска Ричарда можем сделать очень много. Итак, в это время я найму конницу. Биндуя арбалетчиков и биндуя арабских лучников. И все, и возможно, мы сейчас можем напасть именно осадой. Мы осадим, давайте, по-быстренькому вот этих лучников, пока они еще не оборзели. Ну, и пока тут не поставились башни. Мы уничтожим сейчас очень-очень много всех. И конница наша попала под обстрел очень, блин, быстро. И я просто не ожидал этого. И надо ставить щитки по-быренькому. Щитки все, пришли. Ну, и хотя бы теперь будет хоть какое-то прикрытие. И вариант того, что мы их убьем, получится более-менший. Предлагаю идти одним лучникам и уничтожить тут все. Ну, что-то, конечно, не удастся такого сделать. Пьются обстреливать их вот таким вот образом, и вот этих придется обстреливать очень сильно. Тут идет арбалетчик. Арбалетчик под названием «Рабский мечник». Я немножечко перепутал. Ну, и да ладно. И здесь мы спокойненько все всекаем и высекаем. Ричарда заставляем нападать. Молодец, иди, иди. Все, гуляй. Нанимаем пикинеров, и вперед, 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 вперед. Можно оружейную вторую поставить, как вы слышали. У меня оружейная только что была полна, поэтому мы спокойно поставим оставшихся пикинеров вот сюда вот на стенке. И все, и пусть они идут вперед и просто всекают Саладина. Ну и все. Можно считать, это уже победа. Главное быстро разбить стены и ввести ассасинов, да, и наших пикинеров. Это была быстрая осада Саладина. Пока он не поставил свои великие войска на стены, это было очень выгодно. Пока он не сделал башни, он почти не уничтожил нас никого. Ну, сильно, конечно, потрепал конницу, но от этого особо толку и не было. И так, ну все, мы будем ждать именно разрушения стен, потому что мы не будем идти на барбакан ни на какой. Мы лучше подождем разрушение стен. Пока лучники пусть порасстреливают всех, и пикинеры пока поуничтожают стены. Все, вперед, уничтожаем стены пикинерами, все. Все уже можно. Никто не запрещает особо. Поэтому спокойно уничтожаем. Саладин нам не мешает. У нас все хорошо. Вперед, все, вперед. Проход открыт. Мы идем вперед и просто выносим все и вся. Войска у нас не такие уж и всемогущие, но все-таки, как-никак, пикинеры, в общем-то, всемогущие довольно-таки. Ну и Саладин загнулся, просто не успев ничего даже и сделать. Огнеметатели, потому что у меня есть денежки. Ну все, с вами был Реян-22. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новых выпусков. Ну и до встречи. Ну и я еще раз дичайше извиняюсь за то, что так сильно просрочил выпуски. Но просто не выдержал большого напряжения, потому что я очень долго и много играл. Ну неважно, во что, короче, просто играл. И еще, хотел бы попросить вас об одной услуге. Как бы мне нужна помощь небольшая в голосовании, потому что я участвую в таком, скажем, престижном конкурсе. И на видео все будет видно. Продолжение следует...